Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так... С теплотой и улыбкой Лидия Николаевна Чурикова вспоминает далекий 1967 год. Тогда ей посчастливилось побывать на концерте Владимира Высоцкого в Кубышевском дворце спорта, собравшем более 7 тысяч зрителей. Это был первый концерт Барда перед такой многочисленной аудиторией. Я пришла на концерт, вот бывшее, старое здание дворца спорта, когда оно было. Ну в общем, сбоку мы вошли, со стороны Волги, невозможно было войти. Его задержали. Вы не представляете, сколько было народу. Да, сидели прямо на полу. Но это была такая теплая домашняя обстановка. Полтора часа длился его концерт. Этот концерт был изумительный, замечательный. Хулиган и балагур, бунтарь и максималист. Герой своего времени и гениальный исполнитель. Он стал кумиром для миллионов. Барт и актер. Он был популярен в советское время. Его стихи и сейчас многие знают наизусть. Ну вот уже, наверное, года три традиционно мы проводим юбилейный концерт в честь дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. И сегодня, в день его 85-летия, очередной концерт самарских исполнителей и поющих песни Высоцкого. Правда, надо сказать, что с каждым годом мероприятие становится все шире и шире. Оно привлекает все большее количество зрителей и большее количество исполнителей. В этот вечер для гостей галереи «Новое пространство» песни Владимира Семеновича Высоцкого исполнили под аккомпанемент Самарского муниципального духового оркестра. Хочу сказать вам, что у него были свои любимые композиторы. И мы с нашим дирижером и аранжировщиком Сергеем Рыбином, вы его увидите, выясняли, кто же его любимые Владимира Семеновича композиторы. Мы выяснили, что это Гершин, что это Стравинский, что это Андрей Петров. То есть он не чурался никакой музыки, он напитан. И это чувствуется его творчество, что он напитан классикой. Александра Гусева, Константин Головин. События.